Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о Евангелии от Матфея, мы обратимся сейчас к 13 главе. В этой главе оказались сразу несколько важных притч Господа Иисуса. Некоторые из них Евангелист Матфей передает более подробно. Некоторые приводят буквально одной фразой, но так или иначе все они, конечно, для нас очень важны. Открывается 13 глава разговором вокруг притчи о Сеятеле. Собственно, в первую очередь, вот сама притча о Сеятеле. Господь произносит ее на берегу моря, когда образовалась такая большая толпа, что им уже было трудно слышать, и они теснили его. И вот в этой бухте, видимо, такой примерно полукруглой формы, напоминающей амфитеатр, Господь сел в лодку и отплыл на какое-то небольшое расстояние от берега. И здесь, конечно, все должны были его услышать, потому что звук над водой разносится гораздо лучше. И вот он говорит притчу о Сеятеле, которой мы, казалось бы, все привыкли, и смысл ее думаем, что знаем. Господь говорит, что вот вышел Сеятель сеять, и из того, что он сеял, что-то упало при дороге, что-то на камнях, что-то еще на каких-то неподходящих местах, а что-то приупало на добрую землю и принесло плод. Главное, что читателю нужно и слушателю нужно услышать в этой притче вот что. Конечно же, Бог сеет свое семя, свои правды, своих заповедей, откровения о своей милости. Вот все то, что действительно в душу и жизнь людей приходит от Бога, вот это сеется как семя. И ни один нормальный земледелец в здравом уме и трезвой памяти не станет сеять на дороге, потому что не взойдет. И не станет сеять на каменистых местах, потому что, как это называется, семенной фонд, запасы лучшего зерна, который отложен для посева, это отборные семена, и их обычно совсем не так много. И это просто расточительство, вот так их разбрасывать. Возмутительное расточительство. И слушатели его, которые все живут в сельской местности и так или иначе отлично знакомы с сельским хозяйством, даже если они живут в небольших городках, их шокирует это? Как может выйти сеятель и вот так сеять буквально где попало? Неужели он надеется, что на каменистой земле все-таки может что-то вырасти? Стало быть, Господь Иисус говорит об Отце Небесном, Который сеет семена своего милосердия, своей правды, своих заповедей, своей любви вообще везде. Вообще везде. Это наша ответственность, как мы принимаем эти зерна жизни. Что мы дальше с ними будем делать? Это наш нравственный выбор. Но возможность сеятель дает каждому человеку. Это, собственно, то, что мы призваны из этой притчи услышать о Боге. Таким образом, завершая ее словами, кто имеет уши слышать да слышит, Христос говорит своим слушателям, что в вашу жизнь, если вы хотите, способны, хоть как-то услышите, думаете, по крайней мере, что у вас есть уши, в вашу жизнь эти зерна тоже посеяны. Стало быть, ваша ответственность, что вы с этим будете делать? Ученики удивляются, спрашивают его, зачем ты говоришь им притчами. И дальше следует довольно трудный для понимания ответ Христа. По крайней мере, как его Матфей нам пересказывает. В рассказе Матфея Господь говорит ученикам, что вот вам дано узнать тайны Царства Небесного, а им не дано. Кто имеет, тому дано будет и приумножиться. Что, вообще говоря, выглядит крайне несправедливым. Как к этому не относись. И дальше Евангелист цитирует пророчество Исаия, говоря, огрубело сердце людей, их ушами с трудом слышат. И потом Господь говорит ученикам, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Таким образом, здесь получается, что наши немощи, наши немощи, неспособность понять, услышать, уразуметь и принять то, что говорит Христос, опять-таки являются результатом грубости сердца, результатом того, как мы живем. Как в Евангелии от Иоанна Господь Иисус однажды говорит, кто хочет творить волю отца моего, узнает об учении моем от Бога ли оно. Если твое сердце огрубело, и ты считаешь, что все в порядке, и не хочешь с этим ничего делать, если не пытаешься сделать свое сердце менее грубым и свою жизнь больше, более праведной, и более милостивой, то ты и не сможешь ничего услышать. Таким образом, дело не в том, что им не дано и не надо обойдутся, те, кто не слышат. Нет. По-видимому, Господь говорит о том, что для того, чтобы человеку с огрубелым сердцем и необрезанными ушами услышать свидетельство Божье, надо трудиться, надо что-то сделать, хоть какое-то встречное движение к Богу. Как здесь же в Евангелии от Иоанна он говорит, царство небесное силою берется и употребляющее усилие восхищает его. Вот именно об этом здесь и речь. Ну и, кроме того, дальше евангелист Матфей, по крайней мере, тот текст Матфея, который до нас дошел, предлагает некоторое толкование притча о сеятеле. С одной стороны, оно является уточнением вполне адекватным самой притчи, а с другой стороны, большинство исследователей склоняются к мнению, что этот абзац имеет более позднее происхождение и был добавлен, может быть, даже уже в какие-то позднейшие рукописи Евангелия от Матфея. Ну, я не возьмусь утверждать, так это или нет. Может быть, действительно, в изначальной версии этого толкования притча о сеятеле и не было. Но, с другой стороны, оно действительно вполне соответствует тому, что рассказывает нам сама притча. Единственное, что оно, конечно, в отличие от Господа Иисуса, обращает внимание на какие-то всякие внутренние человеческие проблемы и немощи, которые мешают нам его слова принимать. Тоже, в общем, очень поучительная вещь. Далее, следующая притча, которую предлагает Господь Иисус своим слушателям, а евангелист читателям, это притча о пшенице и плевелах, в которой человек посеял пшеницу на поле, вместе с ней вырастают сорняки, слуги предлагают сорняки повыдергать. Господин не соглашается на это, говоря, чтобы вы не выдергали их вместе с пшеницей, потому что вы не можете отличить, на самом деле, пшеницу от плевела. В конце концов, и те, и другие однодольные, злаковые. Вот. И оставьте до жатвы, оставьте до жатвы. А когда настанет жатва, будет видно, что есть сорняк, а что есть пшеница. И это, еще раз обращу ваше внимание, притча о Царстве Небесном, которое тоже является продолжением притча Сеятеля. Царство Небесное, на самом деле, здесь подобно человеку, который посеял это самое доброе семя. Это не его ответственность, что плевелы тоже вырастают. И, кроме того, еще очень важная вещь в этой притче «По плодам их узнаете их». Собственно, результат, что вырастет, что будет результатом всех этих трудов и сложных процессов пшеницы или плевелы, не видно до самого конца. И таким образом, Царство Небесное, подобное человеку, посеявшему доброе семя свое, оказывается чрезвычайно бережным. Чрезвычайно бережным. Может быть, Христос говорит о том, что пока еще непонятно, что пшеница это или плевелы, царь Царства Небесного надеется, надеется на то, что это все-таки будет пшеница. И для нас, часто очень похожих больше на плевелы, это, конечно, утешительная вещь. Я бы сказал, это наш шанс. Теперь еще одна очень известная притча, в которой Господь говорит, что Царство Небесное подобно горчичному зерну, которое вырастает в человеческой жизни и становится больше всех остальных деревьев. До некоторой степени это, конечно, преувеличение, и зерно горчичное не такое мелкое, и сама горчица не такое громадное растение. Но, тем не менее, масштаб, контраст, который следует увидеть и запомнить слушателю, он, конечно, очень наглядный. Может быть, для слушателей Господа Иисуса в первую очередь важно было увидеть это Царство Небесное как маленькое зернышко, крошечное, которое где-то там в человеческом существе, в сердце, в душе, в личности, в мозге, назовите, как хотите, где-то внутри человека сеется, и вот оно оттуда произрастает. Это вот такая изнутри растущая реальность. Понимаете, Господь предлагает увидеть самих себя и окружающих, увидеть своим ученикам, как тех, у кого еще, может быть, не бросаются в глаза эти горчичные деревья, но семя, зерно посеяно. В первую очередь это дает нам возможность про себя понимать важные вещи, про себя понимать. Мы часто думаем, что я, кажется, вроде бы исповедовал Господа Иисуса, пришел к нему на его трапезу и стараюсь так или иначе вот свою жизнь в соответствии с этими отношениями построить. Но откуда берется вот что-то, что не принадлежит царству в моем сердце или в сердце кого-нибудь другого? Вот Господь говорит, это дерево, которое растет, очень не сразу, очень не сразу. И в большинстве случаев в нас реально есть что-то, какие-то проростки этого горчичного зерна и то, что не от этого царства происходит. Это важно понимать, важно отличать и не терять надежды. Теперь еще одна почти аналогичная по смыслу, может быть, и вовсе аналогичная притча, это притча о закваске. Снова Христос говорит, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взяла и положила в огромную совершенно, огромное количество муки, три меры, это много. Вот. И в конце концов оно сквашивает все. Вот так работает царство. Может быть, не только внутри человека, какой-то вот такой контакт, встреча с Иисусом, знакомство с Ним, которое постепенно всю нашу жизнь преображает. Но, может быть, так это работает и в обществе. Людей, по крайней мере, иногда, когда присутствие небольшой закваски, ориентированной на правду Божью, постепенно меняет жизнь людей. И дальше евангелист Матфей снова предлагает толкование притчи, на этот раз притчи о плевелах на поле. И тоже довольно уверенно исследователи библейских текстов склоняются к тому, что это толкование относительно позднее. Относительно позднее. И в сущности оно не так много и добавляет к нашему знанию, ну, к тому смыслу, который есть в самой притче о плевелах. Продолжаются разговоры еще несколькими притчами, которые тоже чрезвычайно важны и поучительно. Смотрите. Еще подобно царству небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человеку таил, от радости идет, продает все, что имеет, покупает это поле. Господь предлагает своим ученикам увидеть царство небесное как скрытое, спрятанное сокровище, имеющее первостепенное значение, ради которого можно от всего остального, в конце концов, отказаться. А сокровище, для того, чтобы его купить, человек идет и покупает, и все продает, что у него было, и покупает это поле. Вот. Ценность номер один. Царство небесное – ценность номер один. Сокровище, с которого все начинается. Это не завершающий штрих, так сказать, в построении всего богатства человеческой жизни, а номер один, с которого все начинается. И ради того, чтобы обрести это царство, можно и от всего остального отказаться. И совершенно другой, прямо противоположный, я бы сказал, смысл, буквально в следующем стихе, в следующей притче, где Господь говорит, царство небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, опять все продал и купил ее. Может быть, конечно, это версия, еще одна версия того же самого. Хотя не очень понятно, почему Матфей в таком случае помещает их друг за другом. Скорее нам нужно обратить внимание на то, что Господь говорит теперь, в предыдущей притче был разговор о том, что царство – это сокровище, а теперь Он говорит, что царство – это тот, кто ищет этих сокровищ. Драгоценные жемчужины, хорошие жемчужины, которые ищут царство. Это, собственно, ведь человеческие сердца, люди, и как Христос предлагает каждому из нас, найдя это сокровище царства, обнаружив его, устремиться к нему и принять его как ценность номер один, Он говорит, и само царство, ну, то есть, на самом деле, царь, относится к вам точно так же, и вы для него драгоценные жемчужины. И это совершенно потрясающая вещь. Во-первых, сама по себе, а во-вторых, потому что Он говорит вот об такой зеркальности, симметричности этих отношений. И, наконец, еще одна версия, которую можно было бы считать вариантом притчи о плевелах. Он говорит, «Царство небесное подобно неводу, закинутому в море и вытащь, и захватившему рыб всякого рода». И потом, когда все это вытащили, хорошее собрали, а худое выбросили. Ну, во-первых, хорошее ты или худое, это в большой степени зависит от тебя самого. Во-вторых, что тоже очень важно, да, невод, закинутый в море, скорее всего, вытащит все, что в нем плавает. И вкуснейшую рыбу, и старые рваные ботинки. Но это не значит, что весь этот улов может войти в царство, стать той хорошей жемчужиной, которую ищет царство небесное. Поэтому, ну, в сущности, что ты из себя представляешь, имеет значение. Как ты живешь, имеет значение. Отделят злое из среды праведных, доброе, хорошее и худое. Вот это, на самом деле, ведь призыв к каждому слушающему, пока не поздно, сейчас что-то делать со своей жизнью. потому что невод до тебя достигнет еще, может быть, не в сию секунду, поэтому какое-то время, какая-то возможность у тебя есть. И дальше Господь говорит слова, которые не очень вписываются в, собственно, контекст этой главы, но, видимо, относятся к предыдущему разговору с книжниками и фарисеями. Он говорит о книжниках, которые, вероятно, некоторые из них, сумели его понять и более или менее адекватно отреагировать, пойти за ним. Он говорит, вот, книжник, наученный царству, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новые старые. Может быть, для тогдашнего слушателя и для сегодняшнего читателя принципиально важно вот что. При всем том, что Христос довольно критически относятся к идеям фарисеев о субботе как знамени Завета и к вот этому всему формализму и иногда вообще к устоявшимся традициям, где невозможно, на самом деле, уже разобрать, что есть заповедь Моисеева Завета, а что есть предань человеческая. Просто эта граница очень подвижна. Вот, при всем том, Христос не говорит о том, что забудьте все, что было раньше. Ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Для Матфея важно обозначить, еще раз обозначить тот факт, что при всем том, что Христос обращается всегда к смыслу, к тому, что те или иные наши действия, поступки, обычаи и так далее значат в нашем персональном так и идеологии с Богом, но все-таки он не готов отвергнуть опыт и традицию всех предыдущих поколений и сказать, что все, что было до сегодняшнего дня, обязательно ерунда. Нет. Книжник, наученный царству, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новые и старые, которые сокровища, собственно, ценят по их достоинству, а не потому, новое оно или старое. Это, кстати, еще перекликается с тем, что и раньше в предыдущих главах Христос говорил о вине молодом и ветхих мехах. Ну и, наконец, заканчивается 13 глава словами о том, что уже в Назарете, придя в Отечество свое, Христос учит в синагогах, люди изумляются и говорят, отчего это, почему он такой необычный, откуда у него эта премудрость, мы же знаем, что он простой человек, такой же, как мы, не плотник ли он сын Иосифа. В каком-то смысле можно понять жителей Назарета, они действительно знают Иисуса, как никто другой знают на протяжении многих и многих лет. Но вот Господь говорит на это, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем, потому что и Назаряном, жителям Назарета, тем, кто его знает хорошо, тоже нужно посмотреть на смысл, не на привычное знакомое в Иисусе, а на смысл того, что он говорит, о чем он свидетельствует, задуматься, задуматься об этом смысле, потому что иначе без этого ничего не получится. Необходимо прислушаться, даже если тебе кажется, что ты все знаешь, может быть, и даже и действительно знаешь, но все-таки вслушиваться и вдумываться, что Иисус открывает о Боге и отношениях с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok